Пролактин – гормон стресса, который будет увеличиваться, когда ваш организм не справляется со стрессом вообще. Ну, помимо того, что ты встаешь, у тебя глаза красные с утра и такие мешки под глазами, это понятно. Поэтому мы сегодня физпичи получили, понервничали, все уже сгорело, все уже зарасходило. Человек все это сдал, и какие врачи, какие специалисты ему могут помочь интерпретировать все эти анализы? Работу с головой, но это уже психологи. Жена сексом не хочет с вами заниматься. В общем, стрессы круглосуточно, круглогодично. И вот тут организм начинает сбоить, потому что наши напочечники, которые помогают нам взаимодействовать со стрессом, они на это не рассчитаны, к сожалению. Друзья, привет! Вы на канале Дениса Гусева, канале о спорте, о фитнесе и вообще о позитивном мышлении, хотелось бы сказать, но пока мы с психологами не общаемся. Зато у нас сегодня в гостях врач-эндокринолог Роман Тирушкин. И я сегодня предложил разобрать Роману такую очень важную, интересную тему, как противостоять стрессам. Все вы каждый день, может быть, даже каждый час сталкиваетесь в жизни с стрессом. Вышли на улицу, машина пипикнула, кто-то вас там что-то обозвал, дороги подрезали, ребенок не хочет идти в садик, кричит, там, жена сексом не хочет с вами заниматься. В общем, стрессы круглосуточно, круглогодично. В общем, Ром, расскажи, как противостоять стрессам, как с ними бороться, чтобы с ума не сойти. Всем привет! Тирушкин Роман, главный врач клиники BMP и непосредственно эндокринолог. Вся наша жизнь стресс. И, к сожалению, дальше меньше его не будет. Он либо останется на таком же уровне, либо будет постоянно расти, в зависимости от того, что происходит в вашей жизни, куда вы двигаетесь, какую ответственность вы на себя берете и так далее. Очень много проблем в нашем организме возникают действительно из-за постоянного перманентного стресса. Потому что с точки зрения эволюции наш организм привык к кратковременному стрессу. Увидели льва, убежали. Решили проблему. Постоянно, каждый час ты на что-то реагируешь. Начиная от сообщений в телефоне, от которого ты не можешь отлипнуть, потому что вся там жизнь, включая работу и все остальное, заканчивая то, что ты сказал, то, что на улице бибикнули, что-то еще. Все туда. И вот тут организм начинает боить. Потому что наши надпочечники, которые помогают нам взаимодействовать со стрессом, они на это не рассчитаны, к сожалению. И тут нам нужно их поддерживать. Во время стресса наш организм очень активно расходует, в первую очередь, магний, во вторую очередь, витамины группы В. У данных веществ нет ДПО в нашем организме. Поэтому мы сегодня их из пищи получили, понервничали, все уже сгорело, все уже зарасходовалось. Ко мне очень часто приходят пациенты, говорят, вот я пью магний, вот я пью витамины группы В, что не работает. Ну, давайте начнем с того, что в магнии на рынке есть великое количество форм. К сожалению, большинство того, что вы покупаете, это либо оксид, либо цитрат. Они нормальные, нормальные, но далеко не самые эффективные. Я бы все-таки посоветовал обратить внимание хотя бы на глицинат. Там меньше побочек, он лучше вас транквилизирует, лучше расслабляет, лучше будете высыпать. Вопрос, если поднять по дозировкам. Начинаем с 400 мг. Спортсменам можно уходить до 10 мг на килограмм веса. Это будет оптимально. По витаминам группы В, это, конечно же, активные формы витаминов группы В. Их надо поискать на рынке. Это непосредственно метилфалат, метилкабаламин и непосредственно все остальные витамины группы В. Например, передоксин-5-фосфат, это активная форма В6 вместо просто передоксина, который кладут в каждый магний сейчас или еще куда-то для улучшения работы. Это самые необходимые вещества, которые нужны нам для поддержки организма на фоне стресса. Также нельзя забывать про, например, аминокислоту тирозин, из которой наш организм синтезирует гормоны щитовидной железы. Дефамин, гормон целеустремленности движения, нейромедиатор, на котором мы движемся, синтезирует норадреналин и адреналин, то есть помогает нашим напочечникам. И очень часто мы, раз уходим в дефицит именно по ней. Особенно если поднимается вопрос, что человек не ест продукты, достаточно содержащие белок, мясо, сыры, еще что-то, и уходят какие-то определенные диеты. Каждому свое, мы тут ни к чему не призываем, поэтому просто на это надо обратить внимание. Поэтому я бы, наверное, сделал акцент именно на эти три вещи, которые стоит учесть, потому что понятно, что сверху к этому мы накладываем работу с головой, но это уже психологи, это уже совершенно другая история. Так, давай тогда дадим чуть больше конкретики. Ты сказал, каких там витаминов, нейромедиаторов не хватает, как узнать, что тебе их не хватает? Ну, помимо того, что ты встаешь, у тебя глаза красные с утра и такие мешки под глазами, это понятно. Что надо сдать, чтобы узнать, чего не хватает? По магнию все сложно, его оценивать в крови бесполезно, он не информативен, перетянули чуть-чуть гут, опять же, кто-то подрезал на дороге, он уже будет меняться, можно его посмотреть в эритроцитах, наши лаборатории сейчас этим занимаются, это чуть более точно. Как анализ называется? Также оценка магния в эритроцитах, именно, не просто в крови, а в эритроцитах. Это будет чуть точнее, но по-хорошему магния не хватает всем, поэтому от 400 мг хуже не будет. По витаминам группы В, это смотрим общий анализ крови, обращаем внимание на размер эритроцита MCV, важно, чтобы он был в диапазоне от 89 до 90, максимум 91. Все, что выше, уже говорит о том, что витаминов группы В сильно не хватает, на это надо обращать внимание. И, конечно же, гомоцистеин. Метаболит обменных процессов, связанных с витаминами группы В, который будет расти, либо он также может уменьшаться, и то и другое будет говорить нам о том, что не хватает витаминов группы В, его оптимальный уровень 4,5-6,5. Там просто немножко по-разному надо заходить, но суть одна. Если не в этом референсе, поднимаем вопрос о нехватке витаминов группы В. С точки зрения тирозина, аминокислоты, мы сдаем пролактин. Пролактин – гормон стресса, который будет увеличиваться, когда ваш организм не справляется со стрессом вообще. Так как пролактин является антагонистом с дофамином, чем выше пролактин, тем ниже дофамин, тем больше мы ничего не хотим, тем больше у нас апатия, мы сидим и грустим на диване. Понятно. Окей, человек все это сдал, и какие врачи, какие специалисты ему могут помочь интерпретировать все эти анализы? Это непосредственно либо эндокринологи, либо нутрициологи, которые понимают, что референсное назначение – это средняя температура полуаницы, и нужно смотреть чуть глубже, чуть дальше, чтобы все это уже решить. В общем, друзья, если вы с утра просыпаетесь в жизни, уже с утра вам ничего не хочется, жена или муж уже не настолько красивый, дети ваши любимые вас уже достали, ваши любимые блюда вам уже не нравятся, значит проблема в том, что вы уже глубоко впали в стресс, и у вас наверняка какой-то дисбаланс по вашей формуле крови. Поэтому сдавайте анализы, которые сегодня назвал Роман, проверяйте их с референсными значениями, и если вы видите, что у вас что-то не в порядке, точнее наверняка что-то не в порядке, можете обращаться к эндокринологам, либо нутрициологам, и контакты, конечно, Романа я оставляю в описании к этому видео. Он принимает как оффлайн в Москве, так и онлайн, с любой точки мира. Вы можете записаться, сдать, отправить ему электронную форму ваших анализов, и он вам назначит восстановление или, как можно сказать, лечение, можно так сказать? Рекомендации по исправлению работы вашего организма. Он назначит вам рекомендации по исправлению работы вашего организма. Ну а с вами был Денис Гусев и Роман Терушкин. Спасибо большое, друзья. Лайк, подписка, колокольчик, пишите комментарии, какие бы темы вы хотели, чтобы мы с Романом разобрали в следующих роликах. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова